Здравствуйте, вы смотрите MarketWatch в студии Роман Шевченко. Очередное голосование в британском парламенте по вопросу Brexit, которое состоялось в четверг, 16 мая, завершилось провалом. Терезе Мэйн не удалось договориться с оппозицией, что вполне ожидаемо. Однако нужно учитывать, что у нее осталось не так уж и много времени, ведь уже к концу июня она может уйти в отставку. Все это оказывает достаточно сильное давление на валютную пару британских фонд стерлингов доллар США. За текущую неделю котировки данной валютной пары обвалились более чем на 250 пунктов, но активные продажи уже не целесообразны, ведь цена удерживается у сильного технического уровня поддержки 1,2780. Это минимум февраля текущего года. Дальнейшее снижение возможно, но лишь при усложнении процесса переговоров по Brexit. Негативную динамику также демонстрирует и китайский юань, реагируя на повышение тарифов. Но китайские власти готовы вмешаться в сложившуюся ситуацию, оказывая необходимую поддержку юаню, не позволив опуститься ниже 7 юаней за 1 доллар США. Поэтому покупки данной валютной пары с целью пробоя психологического уровня 7,400 не целесообразны. Новостной фонд во время американской торговой сессии будет очень слабым, поэтому и торговая активность может оставаться умеренной. В США также будет опубликован индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Этот отчет может оказать влияние на доллар США лишь при условии неожиданно очень сильного отклонения от предыдущего или же прогнозируемого значения. В понедельник во время азиатской торговой сессии будет опубликован отчет по изменению темпов роста ВВП в Японии. Он может оказать существенное влияние на японскую иену. Поэтому трейдерам, планирующим оставлять открытые позиции в данной валютной паре на выходные, важно учитывать предстоящий релиз и риск всплеска торговой активности. На этом у меня все. Внимательно следите за новостным потоком и будьте готовы к сюрпризам рынка.